Первая мысль покончить жизнь самоубийством. Нашел место, где я могу это сделать. Глубина 20 метров, машина со мной уходит. Огромные деньги, которые Ваня должна была принести, игра на бирже в итоге стала миллионным долгом банком, где он брал кредиты для покупки акций. Вторая мысль была уже о семье. Мужчина здраво рассудил, что в случае его смерти деньги должны будут выплатить родственники. После чего было принято решение, так как я мужик, сам влез, сам должен влезти. Тяжело было, психологически тяжело, сердечко шарило, пил сердечные средства. Было очень тяжело. Перестал практически есть. В 2020 году очень часто люди обжигались при попытке инвестирования и покупки акций. Человек, который согласился рассказать о своем печальном опыте игры на бирже, не решился раскрыть себя. Для этого есть причины. Саров – маленький город, помочь ему вряд ли кто сможет. От сочувствия в этой ситуации ни к чему. История началась с банального и всем знакомого желания увеличить доход путем пассивного заработка. Именно эти слова Ваня и ввел в поисковике. Посыпались предложения, на одно из которых он откликнулся. Начал с 50 долларов. Зачем в течение месяца мы регулярно шли звонки. Как правило, вечером мы делали ставочку. Она играла, и я выиграл деньги. Минимальные вложения и быстрый доход скружили голову. По натуре осторожный, он долго не решался увеличить ставки, так как для этого нужно было брать кредит. Но на том конце провода продолжали убеждать Ваню, что именно это и нужно сделать, чтобы выйти на серьезный доход. Каждый раз, когда я с ними разговаривала, они любую беседу начинали со слова «да». Что психологически влияет. И за месяц лишнего это слово «да» ввелось в голову. И на психологическом уровне, я так думаю, что я должен был сказать им «да», и я сказал это «да». Как только Ваня перевел деньги лжеброкерам, пошли убытки. Каждый раз мошенники убеждали его, что в этом виноват именно он. Внезапно пришло осознание, что никаких инвестиций не было. А ему показывали только картинку с ростом акций, с цифрами на его счету, которые и были лишь цифрами. Выйти из кризиса помогла семья, которая поддержала и не упрекала. Сейчас Ваня настроен более чем оптимистично. Всем журавлям в небе он теперь предпочитает синицу в руках. Долг по кредиту он намерен закрыть месяцев через десять. Всем, кто хочет заняться инвестированием, советую тщательно проверять компании, которые предлагают такие услуги.